Слово предоставляется нашему коллеге из Венгрии, из компании 3D-Gestech, Палу Сьяртой. К сожалению, профессор Молнер не сумел, не успел добраться до нас. Я думаю, что Пал сейчас нам расскажет достаточно ярко о тех достижениях, которые компания 3D-Gestech достигла в этом направлении. Здравствуйте, меня зовут Пал Сьяртой. Профессор Белла Молнер не мог приехать, и вместо его это 3D-Gestech связано с сотрудничеством, которое уже давно обтек группой идет, об этом и наши, которые мы сделаем вместе, и мы с сотрудничеством об этом наша презентация. 20 лет назад в Венгрии Семельвейс медицинского университета собралась группа врачей и инженеров, и под руководством профессора Молнера создает первый сканер, а также стабильный сканер, и инженерный микроскоп, который создает таким образом virtуальный слайд. Сегодняшний день, что 20 лет прошло, среди хистек не только Евросоюза, а весь мир один из лидеров сканеров. И сегодняшний день тысяча систем, в мире работают, а это около 70 стран. Патолога-анатомия сегодняшний день происходит революция. Это точно так, потому что в последнее время другие дисциплины, как рентгенология и другие, произошли, что перешли на цифровой режим. А в нашей области связи с тем, что изображения очень большие. Значит, один слайд около 1-2 гигабайта. И это может быть 3-2 гигабайта. Значит, только в сегодняшние дни могли решать, что эти дигитальные слайды возможно делиться другими компьютерами через интернет. И поэтому мы специальную программу и софтерию выработали. Цифровая патология, значит, уже третье поколение выходит из нашей компании, софтерии и хардверии. И здесь уже не только на английском языке, все, что мы поставляем продукты на Россию и Евросоюз, Евро-Азия-Юнио, извините, пожалуйста, Евро-Азия-Юнио, благодаря оптеку, мы уже на русском языке могут идти в софтвере третье поколение. Здесь у нас есть разные решения для разных патологических отделений, где зависит от того, что в день сколько слайдов, сколько препаратов хотят обработать. Значит, есть патологическая анатомия, есть и много гистологической лаборатории и молекулярной диагностики. Здесь наши новые навыки, что входит еще не только мы один виртуальный слайд хотим приготовить, а здесь очень важно, что в системе это все ходит. И поэтому лабораторной информационной системы и госпитальной информационной системы эти цифровые дигитальные слайды там входят, и там они подключаются, и цифровая история болезни это можно потом посмотреть. Я еще хочу сказать, что достаточно большая проблема Евросоюза, что по законам эти слайды, значит, сам стекло сохраняются при определенной заболевании определенной лет. Значит, могу сказать, что 8, 10, 12 лет от полученного диагноза больного надо держать. А здесь дигитальными слайдами это можно решать, и скоро Евросоюза в этом будет меняться закон, что в ваших серверах хотят держать эти дигитальные слайды. И я думаю, что в вашей стране, наверное, тоже это направление должно быть в будущем. Здесь сам процесс работе, мы показываем, что хематоксинозин и иммуно-хисток, значит, эти молекулальные диагнозтики, как пользуются, и наши дигитальные слайды, что эксперт диагнозтика, хирургия тоже возможно пользуются. Значит, здесь очень важно, что не только научно-исследовательских, а рутинной диагностика и дифференциальной диагностики можно пользовать дигитальные слайды. И еще есть несколько примеров, где хирургическое вмешательство около 10 минут останавливает операцию, и на это время хватит, что отправляется дигитальный слайд-центр, где сидят специалисты патологоанатомии, они определяют, что надо ли продолжать, или в какой степени надо продолжать операционное вмешательство. Следующая очень важная роль, дигитального слайда, обучение. Значит, обучение несколько стран, германии, франции, здесь, российские статах, в принципе, нашим кейсцентером и искулом идёт обучение, и здесь я могу залипаказать разных институтов, где уже я не говорила, что нет микроскопов, но через ИСКУЛИ кейсцентер программи, обучают anatомию и патанатомию. Очень важно для патологоанатомов, что микроскоп, это чувство микроскопа остался, поэтому мы выработали для патологоанатомов такой прибор, слайд драйвер называется, которым возможно также работать как микроскопом, но уже в дигитальном виде и на монитор смотреть препараты. И я ещё хотел сказать, что микроскопы обычно последние 100 лет видели врачи, этот не меняем, это очень важно, калибровка цвета и все скейнеры и дигитализация слайдов, препаратов, это тот же цвет, тот же цвет будет, который в принципе в микроскопе мы привыкали. Новые методики в патологии, что сам дигитальный слайд можно анализировать, здесь лейтого есть софтвери, эти разные софтвери, патент квант, нуклеар квант, membrан квант, цис квант, fluoresцент, фис квант, и эти софтвери дают нам возможность документировать сам основной диагноз. Это очень важно. До этого мы всё субъективно могли, ну, конечно, есть этот видеопатолог, а в этом очень важно, что видит специалист, потом это сохраняется, и сам программ, он точно может даже посчитать те клетки, которые мы там хотели найти, и количественное, и процентное отношение эти программы выдают. Значит, все эти, которые я рассказал до этого, дают нам возможность, что дигитальный слайд не как сам дигитальный слайд мы смотрим, а так, что он входит в систему, и эта система даже до лабораторной информационной системы к нему тоже подключается. И, в принципе, это последний слайд, что очень важно то, что мы всё сохраняем, сохраняем эти слайды, и для этого есть система, слайд-сервер, где эти слайды находятся. Ну, в общем-то, сегодня этот хотел рассказать, докладывать вам, что между Optecom и нашей фирмой очень хорошие отношения, и мы спасибо вам оптеку, и мы хотели бы продолжать это очень фруидфуль отношение. Спасибо.